Средняя общеобразовательная школа номер 6 прибрежного сельского поселения отметила 80-летие. На празднование юбилея были приглашены почетные гости, выпускники и ветераны педагогической отрасли. Побывали там и наши корреспонденты. Вот уже 80 лет звучат задорные звонки в школе номер 6 прибрежного сельского поселения. На торжественную линейку, посвященную юбилею образовательного учреждения, пришли почетные гости, учащийся педагогический коллектив. Среди почетных гостей присутствовали глава Славинского района Роман Синеговский, председатель совета муниципального образования Славинский район Григорий Литовко, глава прибрежного сельского поселения Татьяна Сайганова, начальник управления образования Виталий Титаренко. Все они собрались, чтобы торжественно поздравить педагогический коллектив и учащихся, которые сегодня продолжают писать новые страницы в истории школы. С приветственным словом выступил глава Славинского района Роман Синеговский. Он тоже учился в школе номер 6. В своем выступлении глава района выразил большую благодарность учителям за их нелегкий труд. Сегодня действительно очень яркое, радостное событие нашей любимой школе 80 лет. Это действительно юбилей. Школа имеет свою историю, связанную с историей Славинского района. Я хочу сказать большое спасибо нашим учителям за их мудрость, за их ответственность, за любовь к делу, за то, что они нас научили не только читать и писать. Мы здесь получили не только знания, крепкие знания, но здесь нас в целом научили жизни. Здесь нас научили самостоятельно мыслить, принимать самостоятельные решения, делать правильный выбор. Поэтому, дорогие друзья, я вас всех поздравляю с праздником, желаю всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия этой школе. На протяжении многих десятилетий в школе существует славная традиция передачи школьного знамени. В лице знаменосцев выступали ученики 11-х классов. Они, чеканя шаг, передали школьное знамя младшему поколению. «Церемонию передачи школьного знамени начать! Знамя школы передать!» Учащиеся школы долго готовились к встрече с гостями, поэтому они с особым чувством радовали своими творческими номерами, пели, танцевали, рассказывали стихи о любимой школе. «С днём рождения, милый дом! Ты ещё не старый, хоть учили здесь давно мои папа с мамой. Полной шумной детворой ты не знаешь скуки. Твой 200-й юбилей встретят наши внуки». В рамках юбилея наградили лучшие классы за достижения в учёбе и спорте. Начальник управления образования Виталий Титаренко, поздравляя собравшихся, отметил, большой вклад в развитие интеллектуального потенциала Славянского района вносит педагогический коллектив шестой школы. «И не случайно наш район по итогам мероприятий 2013-2014 учебного года, а в этом есть и заслуга ваших ребят, занял почётное второе место в крае по итогам всекубанского конкурса научных проектов «Эврика». В завершении торжественной линейки ученики старших классов возложили цветы к мемориалу памяти погибших в Афганистане выпускникам школы. За всю историю образовательного учреждения из её стен во взрослую жизнь отправилось более 6 тысяч человек. Среди них есть выпускники, ставшие выдающимися людьми не только в Славянском районе, но и во всём крае, отметила директор школы Татьяна Скрипка. «Очень приятно то, что как-то прослеживается связь поколений. Сегодняшние дети – это вчерашние наши, их родители – вчерашние наши выпускники. И практически в нашей школе это прослеживается на 80%. Это очень приятно. Конечно, они с любовью всегда приходят в школу, очень замечают, что у нас новенького появилось, потому что когда они учились, были что-то своё, какое-то новшество, сейчас другое что-то. Поэтому они всегда радуются и очень отзывчивы и помогают школе». Учитель математики Людмила Зуб – выпускница этой школы. Педагогом она работает уже много лет. С этой школой у неё связаны только хорошие воспоминания. «В этой школе я работаю уже 20 лет. И я в эту школу заканчивала 9 классов. Конечно, за это время школа изменилась, преобразовалась. Этому зданию, вот в этом году тоже у нас любили 50 лет. И хотелось бы, конечно, школе пожелать хороших учеников, добрых родителей, всего хорошего, чтобы и 100-летний, и 200-летний юбилей мы встретили в таком же прекрасном настроении, в таком же прекрасном здании». Ученица 10-го класса Мария Гребенькова в школу ходит с удовольствием. Ведь здесь её любимые учителя – одноклассники, которые стали ей второй семьёй. «Я считаю нашу школу самой лучшей. Во-первых, потому что это мой второй дом. У нас замечательный педагогический состав, который помогает всячески развивать таланты, способности детей». Для каждого школа – это место, где можно получить не только знания, но и обрести настоящих друзей. В этих стенах проходят самые беззаботные дни жизни, которые все потом вспоминают с теплом и трепетом. Школа живёт творческой жизнью и будет ещё долго жить, выпуская из своих стен в большую жизнь замечательных выпускников. Тина Капычевская, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова